Дорогой дневник, сегодня я посмотрела кучу тиктоков по возрастной регрессии, мне стало так интересно, регрессолог ли я. Я выбросила свой Dolce Milk и заказала себе соску и бутылочку, теперь жду, когда придет. Мне очень захотелось регрессировать и посмотреть мультики, и съесть фруктовое пюре, ведь взрослые Нормисы, фу, блин, этого не делают, а я такая необычная. Но больше всего мне захотелось сделать на это обзор. Приветствую вас, друзья. Снова мы с вами рассматриваем тиктокеров, которые занимаются съемками сомнительного контента. И снова это связано с психологией. Вы не заметили, что в последнее время в интернете выходит очень много кринжа именно благодаря людям, которые считают, что они сведущи в психологии? Я, наверное, не исключение. Казалось бы, нет-нет, и вот опять. Забавно. Сегодня мы с вами будем затрагивать нашумевшую тему с возрастной регрессией и разбираться, почему же некоторые тиктокеры, говоря про нее, по полной облажались. Возрастная регрессия — это издевательство какое-то надо мной. Не будем тянуть, давайте разговаривать. И вот опять я разъясняю вам термины вместо того, чтобы клоуничать перед вами. Забавно, но раз уж дело касается психологии, то почему бы не отнестись к этому серьезно? В конце концов, изначально возрастная регрессия — это терапия. И смеяться над этим точно так же, как смеяться над человеком, у которого температура, и он пьет жаропонижающее. Типа, ты че, лох, пить таблетки, лечиться там? Фу. Это зашквар. Итак, что же такое возрастная регрессия? Естественно, я расскажу об этом коротко, потому что понятие, определение — это все не для быдла. Картинки лучше глядеть, какие буквы читать, на кой это надо? Возрастная регрессия — это гипнотический феномен, при котором индивид вновь переживает события из своего прошлого. В случае интенсивной возрастной регрессии событие вновь переживается с такой силой, как если бы оно происходило в настоящий момент. В частности, в состоянии гипнотического транса у взрослых психически здоровых людей могут возникнуть формы поведения, свойственные ранним периодам детства. Обычно она используется психологами, чтобы либо помочь пациенту найти ресурсное состояние... Я возвращаюсь в ресурсное состояние. Тут где-то должна была пробежать Блиновская, но... Я же не налоговая инспекция, чтобы от меня бегать, подобум... То есть это помогает погрузиться в счастливые воспоминания из детства и с помощью этого избавиться от травмы, которая беспокоит сейчас. Либо найти травму, возникшую в раннем возрасте, и проработать ее. Также существует несколько форм возрастной регрессии. Например, минимальная. Это просто воспоминания из прошлого, которые вызваны, например, той же фотографией из детства. Также есть форма сверхвоспоминания, когда пациент осознает себя в своем возрасте, но в то же время становится наблюдателем и действующим лицом воспоминаний из детства. И, наконец, полное погружение в возрастную регрессию. Называется это повторное проживание, когда пациент полностью погружается в воспоминания настолько, что начинает вести себя как ребенок. Например, плохо разговаривать и даже не уметь читать. Но это если прям коротко и емко о возрастной регрессии. Если вам интересно узнать что-то больше, то советую вам почитать об этом на досуге. Я это рассказала, чтобы у вас было примерное представление того, о чем мы с вами будем говорить дальше. И в чем проблема тиктокеров, которые об этой гипнотерапии рассказывают. А проблем там уйма. Итак, погнали. Вы наверняка уже видели эту девушку с соской во рту. Она на самом деле не одна такая в интернете, но почему-то именно она удостоилась гнева многих блогеров. И я с ними не могу не согласиться. Так вот, именно она сейчас в основном строит контент на том, что показывает свои будни и рассказывает о возрастной регрессии в детских аутфитах. Креативненько. Но дело в том, что это чепуха полная. Давайте по нарастающей. Для начала разберем ее контент в тиктоке. Пока я смотрела ее видосы, я наткнулась вот на это. Загибай пальчик, если моментами ты чувствуешь себя психологически младше. Загибай пальчик, если во время стресса или в общественных местах ты впадаешь будто бы в детскую позицию и хочешь, чтобы тебя защитили. Загибай пальчик, если ты предпочитаешь дневной сон, мультики, попить какао, поиграть с игрушками, нежели пойти гулять на тусовки, алкоголь, общественные места, ТРЦ. Загибай пальчик, если ты будто бы подсознательна в своем партнере и ищешь роль опекуна, родителя. Ладно, мне надоело в это играть. Дело в том, что это полный бред. Мало того, что она назвала почти все то, что нормально для любого, кто сейчас смотрит мой видос, она это выложила на аккаунте, который вроде как занимается демонстрацией этого способа гипнотерапии. Ну, типа какой-то челлендж. Это то же самое, как выложить вот такое. Загибай пальцы, если у тебя шизофрения. Загни палец, если ты в смирительной рубашке. Я загнула. А че вы возмущаетесь? Образ же подобран и правдоподобный. Причем я видела подобные видосы в ТикТоке. К сожалению, без шуток. И я уж молчу о том, что какие-то ТикТокеры не способны с помощью загибания пальцев что-то вам диагностировать, а также посоветовать и выяснить. Это как определить ментальное расстройство по знаку зодиака. Меня прежде всего ужасает подача. Терапия для лечения реальных расстройств и проработки травм. Для вас фишка какая-то? Изюминка? Эстетика? Вы с ума посходили там все? Руслан, кто это? Это че твои друзья? И че Шайни? Они же... Я повторюсь, эта девушка рассказывает про возрастную регрессию. Это не образ жизни, это не стиль в одежде, это не болезнь. Это терапия для того, чтобы помочь убрать травмы, помочь с лечением реальных расстройств. Не нужно это романтизировать, не нужно показывать то, что вот я сижу в таком состоянии уже год, и мне круто. Я даже одежду под это подобрала, посмотрите на меня. Знаешь, если ты будешь повторять все движения за ребенком маленьким, ты заебешься. Но это далеко не единственное, из-за чего я и многие другие в интернете возмутились. Ладно, ТикТок, мы уже привыкли, что там полно кринжа. Я зашла в Телеграм, и вот там такое безобразие. Есть вот такие фотки, которые я даже полностью показать вам не могу, потому что вот такую эстетику, скажем так, публикуют не стыдясь только в Телеграме. Понимаете, одно дело, когда это какая-то тематическая фотосессия, косплей или кинг, допустим. Но тут же девушка прям топит за нормализацию подобной практики в психологии. К чему тогда вот такие фотки с таким подтекстом, тем более связанные с детьми, с детским поведением? Вот прикиньте, есть еще вот такая фотка. Как думаете, о чем пост? Нет, нет, не о пошлости. А как вы вообще могли такое подумать? Как у вас возникли такие ассоциации при этой фотке? Я не могу понять. Нет, это пост о побочках после нейролептиков и антидепрессантов. А, стоп, в этом посте есть слово либидо. Либидо в коротких детских шортиках и с бутылочкой для питания в руке. Ну тогда ладно, тогда оправданно. Ребята, которые лечатся с помощью нейролептиков и антидепрессантов, вы тоже свою жопу от нечего делать фотографируете? Просто я от своих друзей слыхала, что, ну, состояние во время приема этих препаратов вообще неэстетичное. Я ни в коем случае сейчас не смеюсь над ментальными расстройствами и не принижаю. Просто это, конкретно вот это, выглядит как романтизация расстройств. Как круто быть с ментальными проблемами. Как классно я выгляжу. Это нормально, по-вашему? Ну, как бы, все окей. Но! Был написан пост для такого быдла, которое не шарит, как я. И я сейчас вам его зачитаю. Я могу быть и такой, и такой. Хватит меня объективизировать и указывать, в какой одежде что мне делать. Спасибо. Блин, она в очередной раз оправдана, да что же такое? Интересно, почему все же у пользователей возникают вопросы про твои фотографии в детском аутфите? Ну, потому что это абсурд. Потому что дети так себя не ведут. В таких образах, с такими позами, как у тебя на фотографиях, они не фотографируются. Нет, есть, конечно, среди детей такие исключения в интернете, обзор на которых я, кстати, делала. Но! Это скорее крайности, причем очень и очень жуткие. Давайте для примера, чтобы показать, как дети фотографируются в таком возрасте, я возьму свою фотку. Вон, тут я даже в аутфите похожим. А че я не выгибаюсь? В пять лет. Или где вот на фотографии у меня мужская рука на ножке? Ведь именно так же фотографируются дети? Или я чего-то не понимаю, наверное, ну, правда. Ну ладно, моя фотка, к чему она вообще тут? Вот ее детская фотография, где вот все эти позы, где это все? Понимаете, это не демонстрация терапевтического метода, не его нормализация, что типа, ребята, это нормально, вы неплохи тем, что вы регрессируете. Это помогает. Это даже не демонстрация детского поведения через образы и одежду. Это скорее похоже на эстетику, романтизацию, даже сексуализацию. Фил, это тоже люди, правильно. Им же тоже надо как-то удовлетворять свои потребности. Вот это ню-ню-ню-ню. Даш, по-сестрински, вообще не к месту. Камон, это даже на субкультуру похоже больше, чем на демонстрацию. В конце концов, я уже ранее упоминала одну из форм возрастной регрессии, которая больше всего подходит к подобным блогершам. Когда пациент настолько погружен в воспоминания из детства, что ощущает себя в этом возрасте, буквально до того, что не умеет читать и полностью ведет себя как маленький ребенок. И вот давайте будем честны, раз уж эти девушки берут в рот соски и надевают чепчики, то че они не снимают свои видео и не выкладывают фотографии вот в таких образах? А че, дети тоже пачкаются. Это как бы тоже особенность детского поведения, почему нет? Все потому, что это не эстетично, не комфортно, не продается, на это не хотят смотреть и восхищаться. Или, что еще хуже, фантазировать всякое. А вот такие люди, которые занимаются подобным контентом, все делают именно для этого. Ни в коем случае не путайте то, как помогают людям с расстройствами и как возрастную регрессию демонстрируете вы. А вы в откровенных нарядах и позах изображаете детей, что я осуждаю. За такие проделки, между прочим, балансиагу отменяли. А тут девочки в комментариях оправдывают этих блогерш с сосками во рту, говоря об объективизации и обесценивании. Вот, например, такой видос записала сама девушка. На своем аккаунте рассказываю про регрессию, возрастную регрессию, объясняю, что это такое. Эта тема очень плохо развита в СНГ-новском пространстве, и поэтому я получаю очень много хейта и всяких страшных обвинений. Или вот, например, она жалуется на хейт. Да, она и другие тиктокерши всего лишь объясняют, а вот эти вот нормисы, крестьяне, кривозубые и быдло просто ее не понимают. Верно, кролик? Да, все верно! Вот видите, даже кролик подтвердил. Как ловко! На будущее за объяснение аудитория обычно не осуждает. Мой совет для подобных тиктокеров, а также для аудитории. Прекратите вести себя как ничего не понимающие инфантилки и хлопать глазками на реальные и объективные претензии со стороны общественности. В конце своего обзора хочу обратиться к диванным экспертам, которые тут же понабегут в комментарии писать о том, какая я обесценивающая, какая я лукистка, какая я ханджа и может даже какая я мизогиничка. Я сделала этот ролик, потому что мне жаль, что методы, которые я применяю для лечения реальных расстройств и для помощи и избавления от травм выставляют несерьезно. Ну, прям как эстетику для детей, вчера мылищих Dolce Milk в ладошках. Мне противно от того, что после подобных видосов и после подобных блогов в интернете многие опять решат, что это бред собачий и что это кринж для не такусек. Мне омерзительно, что есть такие люди, прикрываясь терминами и траблами, публикуют откровенные фото в детских нарядах, чтобы все восхитились эстетикой. Меня также возмущает то, что такие люди, абсолютно не разобравшись и делая из серьезной темы какую-то клоунаду, потом удивляются, а почему это их обвиняют в каких-то непотребствах. Я не хочу, чтобы такое происходило дальше, в особенности, когда это касается детей. Также я упомянула то, что все признаки возрастной регрессии, которые называют эти блогерши, абсолютно нормальные среди нашего поколения. Все потому, что, как мне кажется, это особенность нашего поколения. Но плохо ли это? Не могу сказать, потому что в каждом поколении есть своя особенность, за которую потом осуждают. Но то, что многие люди из нашего поколения невероятно инфантильны, это факт. Так что называть признаки малой возрастной регрессии и приписывать их ко всем, это странно, потому что сейчас большинство ведут себя именно так. Ну а на этом моменте мой ролик подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также оставляйте комментарии под этим роликом. Что вы думаете по поводу того, что я с вами обсудила в этом ролике? И также, что вы думаете по поводу таких вот тиктокер-к. Тиктокер-ак. Ну а также заглядывайте в описание под этим роликом, там есть все ссылки на мои соцсети, где я также выкладываю контент. Телеграм-канал Дзен и Рутап. Переходите, подписывайтесь, следите. Еще, конечно же, не забывайте покупать мой мерч. Ссылка на магазин с мерчом в описании. А я пойду забирать в пункте выдачи соску.